Неделя спорта Теперь подробнее о чемпионском матче 32 Финальный свисток и Кубок чемпионов еще на один год остается в стенах Казанского федерального университета Что мама тебе обещала сделать? Надо выиграть, она сказала, что надо выиграть этот чемпионат И мы выиграли его Спасибо большое Не все было гладко, не все задуманное выполнено Но мы сделали то, что нужно было, нам нужно было выиграть, мы это сделали Я довольна мальчишками Спасибо нашей команде Теперь поговорим о баскетболе, где на этой неделе завершилась студенческая баскетбольная лига Республики Татарстан Наш корреспондент Диана Загирова побывала на всех матчах плей-офф и готова рассказать нам, кто стал чемпионом в этом году Финальная часть чемпионата стартовала 19 апреля в спортивном зале Поволжской академии спорта Первыми играли мужчины В самых первых минут игра шла на раму Федералы проводили успешные передачи, выполняли точные броски в кольцо противников В свою очередь игроки КГЛ отвечали достойной защитой Однако во второй половине первой четверти они стали играть агрессивнее, тем самым вышли вперед по очкам Счет стал 14-18 Во второй четверти игра оживилась, атаки КГЛ стали динамичнее Несмотря на прессинг энергетиков, сборная КФУ продолжает бороться и забивать трехочковые Команды не перестают бегать от кольца к кольцу, атаковать Так КФУ принесли еще 14 очков своей команде против 19 КГЛ После большого перерыва сборная КГЛ берет инициативу в свои руки и задает темп сопернику На половине соперника они проводят стремительные атаки и забрасывают красивые трехочковые Команде КФУ, в свою очередь, с трудом удается удержать напоры соперников и забрасывать мячи Как результат, 44-67 после третьей четверти После перерыва тактика игры команды КФУ поменялась Они продемонстрировали свой класс Федералы выкладывались на полную силу, вследствие чего было проведено много замен Они активно атаковали и показали командную игру Темп игры сборной КГЛ постепенно шел на спад Но из-за большой разницы в счете в предыдущих четвертях сборная КФУ терпит поражение Матч завершается со счетом 59-79 с разницей в 20 очков 20 апреля борьба за выход в финал началась среди женских команд Сборная КФУ играет полуфинал с энергетиками Первая половина встречи прошла под диктовку энергоуниверситета Но во второй половине сборная КФУ начала полностью доминировать на площадке И со счетом 66-60 вырывает себе путевку в финал Также 20 апреля в борьбе за бронзовую медаль на паркет вышли мужские сборные КФУ и КАИ Матч начинается первым забитым броском команды авиационного института В первой четверти команды показали равную игру Однако атаки КАИ были стремительнее, а броски в кольцо точнее, нежели у федерала Однако баскетболисты КФУ уверенно держали оборону и отбивали мячи у соперников Их атаки были стремительнее, а броски в кольцо точнее, нежели у федерала Таким образом счет стал 19-20 в пользу КАИ Во второй четверти были забиты трехочковые команды КАИ в лице Богдана Самойленко Его команда играла слаженно, были проведены четкие передачи и броски Темп КФУ слегка упал, вследствие чего счет стал 34-40 После большого перерыва начинает меняться ход событий В третьей четверти у игроков КФУ, выслушав новую тактику тренера, открывается второе дыхание Они бегут на половину соперников и ловко забрасывают мячи в кольцо Команда авиационного института не собирается сдаваться Но забрасывает всего 11 очков против 14 федеральных университетов В финальной четверти энтузиазм игроков КФУ стал выше Они имели большое преимущество во владении мячом Сборная КАИ отвечала хорошей защитой, но к концу игры они немного устали и потеряли контроль Таким образом обе команды показали сильную игру Однако федералы оказались сильнее и заняли третье место в турнире Финал студенческой баскетбольной лиги среди женских команд состоялся 22-го На площадку вышли сборные КФУ и Поволжской академии С самого начала стало ясно, что сборная академии спорта является фаворитом в данной встрече Они показали свою профессиональную подготовку Их игра была быстра и стремительна Игроки академии легко забрасывали мячи, почти не касаясь стойки Как результат 14-2 в первой половине четверти Далее федералы пытались успевать за темпом соперника Они показали слаженную командную работу, после чего начали забрасывать мячи Счет стал 19-30 в пользу академии спорта Во второй четверти игроки федерального университета снова потеряли контроль Так как растерялись и немного устали Команду Поволжской академии забрасывали точные трехочковые Проводили стремительные атаки Игра проходила на половине площадки КФУ Во второй половине второй четверти началась упорная борьба Федералы всеми силами держали оборону и пытались забирать мячи у соперников Было проведено много замен Тренеры брали таймауты и вносили коррективы в игру Так, счет на табло стал 30-56 После большого перерыва Академия спорта полностью берет игру под свой контроль Фалы, феерия трехочковых и контратаки Так можно охарактеризовать игру команды Поволжской академии Темп игроков КФУ упал Опасные атаки академиков ввели в ступор сборную федерального университета Так, они забросили всего 9 очков против 19 Последние четверти команды КФУ продемонстрировали свой уровень игры Благодаря слаженной работе, уверенным броскам и точным передачам Они стали увереннее забрасывать мячи Самым результативным игроком команды КФУ стала Диана Ашгебесова Команда Академии спорта Таисия Афанасьева Болельщики федерального университета активно поддерживали свою команду Однако сборная Академии спорта уверенно продолжала двигаться вперед В этой битве за финал сильнее и точнее оказались баскетболистки Поволжской академии Выиграв со счетом 160 Сборная КФУ завоевывает серебро Диана Загирова, Анастасия Айдаркина, Азамат Манзулин, Кирилл Букаев Неделя спорта Итак, мы продолжаем тему баскетбола И сейчас у меня в студии капитан женской сборной КФУ по баскетболу Елизавета Усанова Лиза, тебе большой привет Здравствуйте Ну что ж, сезон студенческой баскетбольной лиги подошел к концу Поздравляю вас с серебряными наградами Совсем чуть-чуть вам не хватило А давай в целом по СБЛ Ну, сезон выдался достаточно удачным для нас Пришли новые хорошие игроки, первокурсницы Надеюсь, в следующем году покажем еще больше хороший результат Ну, в том году мы заняли третье место Уступив команде Энергоуниверситета В этом году в полуфинале мы их победили Очень сложно, но мы взяли верх Немного не хватило нам с командой Академии спорта Но это понятно, потому что команда намного сильнее нас Тренируется больше И играет на более высоком уровне С другими командами из других городов Многие говорят, что в плей-офф все команды начинают с чистого листа Он очень сильно отличается от регулярки Можешь это подтвердить или опровергнуть? Да, конечно, потому что в регулярке мы проиграли команде Энергоуниверситета Очень много очков, чуть ли не 20 А в плей-офф мы выиграли их порядка 5-6 очков Кто принципиальным соперником в этом сезоне был, когда он только начинался? Для нас всегда наш главный соперник это Энергоуниверситет Потому что Академия спорта сильнее нас, явно А главным соперником является Энерго Так как мы равные команды, примерно одинаковые по силам Несколько сборных из студенческой баскетбольной лиги в этом году участвовали в Лиге Белова Помешало ли как-то этот переезд в другой город Потом возвращаться сюда, уже играть вновь с теми ребятами, которых знаешь А до этого играть с теми, кого не знаешь? Наверное, это помогло нам То есть это дало определенный опыт для нашей команды Было бы хорошо, если бы мы еще выезжали так же Не только на Лигу Белова, а на другие соревнования Потому что это дает огромный опыт В целом для нашей команды Хорошо, раз затронули тему ОСБ В начале этого года был чемпионат социации студенческого баскетбола В республике Татарстан, дивизион Казань Где вы успешно заняли первое место Насколько сильно получается тот чемпионат отличается от студенческой баскетбольной лиги? Ну, нам повезло то, что команда Академии спорта неправильно прочитала положение этого чемпионата И их дисквалифицировали И что дало нам шанс побороться за золотые медали Ну и мы этот шанс не опустили Ну а чем, собственно, отличаются эти чемпионаты? Есть какое-то принципиальное отличие? Ну да, конечно, в СБЛ мы крутимся только в своей каше То есть в Казани, в свои команды А АСБ нам подарило шанс Ну, так как мы заняли первое место Поехали на всероссийский плыв-офф Лигу Белова Хорошо, что дальше? Следующий этап у нас стритбол, АССК Который пройдет в городе Казани Шансы у нас большие Хоть и команды сейчас могут усиливаться игроками сборных Но у нас тоже не слабая сборная Мы готовы всех побеждать Вот смотри, такой вопрос Давай вспомним то, что у нас было в прошлом году Дошли до четвертьфинала Где Кубанский государственный университет вас, к сожалению, не отправил домой В этом сезоне я знаю то, что с тобой не играет ни Ангелина Ворожцова, ни Алла Неманова Вот ваша тройка, которая смогла дойти до четвертьфинала Сейчас новая команда Как будете сыгрываться? Какие планы, надежды на этот турнир? Ну, сыгрываться нам не надо Так как игроки нынешней команды моей Ну, по стритболу Это все игроки моей же сборной по баскетболу И в течение сезона мы уже не один год играем вместе И нам дает большой шанс на победу На выход в финал в данном чемпионате Не тоскливо то, что раньше был такой состав, теперь другой? Ну, тоскливо, скучаю по девочкам Да Можешь передать им привет, если желаешь Ну, а в целом, какие планы? Будут ли помогать вам вообще родные стены даже? Конечно Дома всегда комфортнее себя чувствовать И поддержка родных и близких, и друзей Из тех вузов, которые прошли, кто может быть принципиальным соперником? Академия спорта Так как они выиграли региональный, дополнительный этап АССК Хорошо, ну что ж, я желаю вашим сборным удачи Мы обязательно будем следить за чемпионатом АССК России За стритболом, за всем остальным Друзья, напоминаю, что у меня в гостях сегодня была капитан сборной Казанского федерального университета по баскетболу Елизавета Усанова Лиза, тебе удачи, успехов Девчонкам от нас большой привет И только побед Спасибо Ну и на этом все Вот такая у нас выдалась неделя спорта Что будет дальше, посмотрим С вами был Роман Пленсков Вы смотрели программу неделя спорта Еще увидимся, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok